13.05 в городе Киры. Это программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько напротив меня. Со своим особым мнением сидит здесь директор Института бизнеса Лев Шварцплат. Лев Давидович, добрый день. Ну, раз уж вы являетесь членом общественного совета при Министерстве имущества, то эта новость, которая сегодня буквально была опубликована на сайте регионального правительства, она к вам направлена. Итак, Кировское областное государственное унитарное предприятие «Полюс» подведомственное Министерство госимущества Кировской области переименовано теперь в региональное агентство имущества. Значит, комментарий следующий в Министерстве дали. Предполагается, что расширение функционала предприятия приведет к максимально эффективному вовлечению областного имущества в процесс социально-экономического развития региона. Давайте расшифровывать, что это такое. То есть есть ощущение, секундочку, да, есть ощущение, что когда переформатируется некое предприятие, следовательно, вычислено, что оно работало малоэффективно, а теперь будет создано другое, которое будет работать более эффективно. И значит, мы теперь имущество наше региональное будем использовать на полную катушку и зарабатывать по воле денег. Ну, я просто еще два слова хотел бы сказать по поводу Общественного совета при Министерстве имущества. Вот мы знаем, что сейчас, в общем, такой общий тренд создавать общественные советы и прекрасно знаем, что, в общем, работают они по-разному и отношения к ним разные, да, где-то это такой номинальный орган, но надо создать... Ну, в основном, такое отношение не дали. Да, создали. А вот в этом отношении, значит, Министерство имущества, значит, Общественный совет создавался по инициативе Романа Береснева и выгодно отличается. То есть, действительно, все принципиальные вопросы, вот в частности, то, что сейчас мы будем обсуждать по поводу полиуса, или вот эта ситуация с налогообложением торговых центров, вот эти все такие сложные, проблемные вопросы, они выносились на Общественный совет, заранее рассылаются документы, там, действительно, у нас идет обсуждение, разные точки зрения высказываются, и они, в общем, учитываются, когда принимается решение. Значит, вот если в целом... Так, подождите, одну секундочку, Роман Береснев, о котором вы упомянули министру юстиции Кировской области, он какое-то напутствие дал при создании... Нет, он курирует, как зам предправительства, Министерство имущества, да, и дал напутствие, ну, так сказать, все вопросы выносить на Общественный совет и учитывать мнение Общественного совета. И тогда уж, раз вы заговорили о Общественном совете, то на каком основании туда отбирались члены? Вот, честно сказать, не знаю, потому что этим министерство занимается, они просто делали предложение, ну, насколько я понимаю, всем основным общественным организациям, которые связаны с предпринимательством, Торговая промышленная палата... Ну, вот вы посмотрите направо, посмотрите налево, кто там рядом с вами в Общественном совете? Ну, там вообще, да, люди, значит, которые представляют и общественные организации, и люди, которые являются профессионалами в сфере недвижимости, да? Там есть профессионалы в сфере недвижимости? Да, например, Екатерина Олешковича. Раз. Да, там, я, может, просто не всех точно помню, значит, вот, там есть вот, с этой совета, значит, вот, специалист и в экономике, и в маркетинге. Не помню, как зовут. Специалисты в экономике и в маркетинге. Он есть, и Катя Олешкович уже хорошо, да? Уже знают люди, кто это. Ну, и, собственно говоря, вы обсуждали вот это преобразование полиуса в региональное агентство имущества. Цель? Ну, значит, вообще цель действительно повысить эффективность использования имущества. Вот тоже есть разные точки зрения, должно быть у государства какое-то имущество, должно быть. Вот моя личная точка зрения, что государство, ну, плохой собственник коммерческой деятельности. У него есть другие социальные задачи, там, создание условий и так далее. А вот управлять, продавать и так далее, это у государства получается плохо. Вот, и чем меньше государство этим занимается, тем лучше. Поэтому моя точка зрения, что государство все, что им должно продать и получать за счет налогов, за счет того, что, ну, значит, вот это все вовлекается в экономический оборот. Ну, так, давайте так, в общественном совете многие разделяют вашу точку зрения? Мы вот в такой, как бы, плоскости не обсуждали, к сожалению, да. Вот, но, значит, вот сейчас сложилась ситуация, когда есть имущество, закрепленное за какими-то государственными учреждениями, где они там размещаются, да. Имущество, сданное в аренду. Есть доли в каких-то акционерных обществах. Есть имущество, подготовленное к продаже. И Полиус, это та организация, которая вот следит за сохранностью всего этого имущества. То есть, понятно, что если, например, у нас есть имущество... Следила. Ну, следила, да. Сейчас региональное, значит, вот агентство имущества будет этим заниматься. То есть, здесь, во-первых, то, что вот та организационно-правовая форма, в которой существовал Полиус, она прекращает по закону, если нужно было куда-то преобразовать. И вот, когда обсуждали, выбрали как раз ту форму. То есть, это смена вывески. Да. Одна из задач, вернее, одно из, что мы решали, да, это смена вывески. А второе, поскольку там есть разные варианты, во что можно было преобразовать, то надо было выбрать наиболее эффективную форму. И вот, значит, в результате обсуждения и предложения министерства имущества, как раз такую форму выглядит. Я не знаю, честно сказать, насколько она будет эффективной. Я только не могу понять. Кировское областное государственное унитарное предприятие, это КГУП Полиус. Это было, было. Переименался в КГУП, региональное агентство имущества. Ну, казенное учреждение оно стало. Да? Ну, вот и там КГУП, и тут КГУП на сайте министерства. Ну, может быть, тут опечатка какая-то. Казенное учреждение. Насколько я помню, да. То есть, форма все-таки какая-то юридическая. Да, учреждение. Причем, такая форма, когда все доходы напрямую поступают в бюджет. А раньше как было? А раньше накапливалось на счетах предприятия, потом они... На счетах Полюса накапливались средства. Например, оплата арендная накапливалась. Они дальше, ну, или какую-то там часть перечисляли в бюджет, остальное в пределах сметы тратили. Вот как-то так было. А теперь все средства напрямую в бюджет, а их напрямую из бюджета будут финансироваться их затратами. То есть, уже министерство управления имуществом будет оплачивать работу сотрудников вот в этом казенное учреждение региональное агентство имущества. Они не смогут там ничего себе никак. Да. Чая побольше купить не получится. Ну, вот, конечно, с точки зрения там эффективности, но мы тоже понимаем, что очень часто в рынке большое значение имеет, ну, там, быстрота, оперативность принятия решений, да. То есть, вот сегодня там какое-то имущество, оно нужно, да, там, прошло два-три дня, значит, конъюнктура там что-то поменялась и все как бы. Поэтому, значит, вот раньше, может быть, была оперативная, сейчас ее будет меньше. Ну, с точки зрения там... В связи с чем меньше? Ну, потому что там, значит, нет возможности оперативно, например, расходовать средства, да. То есть, у вас все строго, регламентировано, все по смете, все запланировано и вы живете по плану. То есть, это хорошо, ну, например, для школы. Мы знаем, когда каникулы, когда уроки и так далее. А если мы продаем и не сдаем в аренду имущество, ну, наверное, это не всегда хорошо. Ну, опять же, тут практика покажет, там, эффективно работает такая форма, неэффективно. Ну, вот, значит, в идеале, конечно, все бы надо продать. Просто сейчас очень неудачное для этого время. Вот те же способности там, заинтересованных. Да, значит, и тут, понимаете, еще очень много ограничений, поскольку все регламентировано процедурами во избежание нарушений. Соответственно, ну, вот если есть какая-то оценка имущества, да, то, значит, министерство не может продать дешевле. Но рыночная конъюнктура меняется, и мы понимаем, что сейчас это столько не стоит. Но для того, чтобы поменять стоимость, нужно, например, новую оценку заказать. Это опять затраты. Причем, пока мы сделали оценку, ситуация опять может поменяться. А все это время, значит, мы, ну, не мы, там, министерство, бюджет несем затраты по, там, коммунальным расходам, по охране этого предприятия. Ну, то есть, вот это все, именно такая неоперативность, она и создает сложности управления имуществом. Когда это все продано, когда это в рынке, если он, собственно, собственник, потом управляет. А мы, как государство, вот у нас есть закон о недвижимости, налог на недвижимость, и мы свою, как бы, значит, вот, долю в виде налога обязательно получим. А Вы сравнивали когда-нибудь, как работают соответствующие профильные учреждения, неважно, они Кагупы или казенные учреждения, правительственные и, например, городское города Кирова? Ответственные за имущества. Это сложно сравнивать, потому что, значит, у областного по всей Кировской области, да, есть очень удаленные, или есть, например, какие-то сельские поселения, где вообще, ну, так сказать, никому не нужен, да, там, хороший актив, никому не нужен, да. И, конечно, в городе немножко другая ситуация, хотя она сейчас тоже усложняется, потому что, значит, ну, как бы, необходимость в имуществе, она и в городе падает. То есть масса есть предложений на рынке частной недвижимости, а мы понимаем, что, конечно, с частным собственником гораздо проще и по цене договориться, и даже вот если у Вас долгосрочный договор аренды, и, ну, какая-то вот конъюнктура рынка изменилась, Вы всегда можете прийти и договориться, что Вы... Да, прямо здесь ударят по рукам и изменить уже ставку. Да, вот давай мы на сезон снизим ставки, например, еще что-то, а если у Вас там, значит, собственник город, да, муниципалитет или область, то это очень сложно сделать, практически невозможно. То есть вот улучшить, обеспечить эффективное и оптимальное управление областным имуществом, как завещал Никита Юрьевич Белых, в нынешней ситуации, учитывая бюрократический механизм, будет сложно, Вы считаете? Это да, и в нынешних условиях, и, собственно, в любых условиях это сложно, поскольку очень часто это надо делать быстро. А по определению, вот когда Вы имеете дело с государством, они это не могут делать быстро, потому что у них регламент. И там 30 дней, 60 дней, 90 дней, 180 дней на это, и все. Все понятно. Ну, какой бизнес готов там это все ждать. Ясно. Ну, что сказать? Вот премьер-министр наш заявил, что не видит предпосылок для немедленного повышения пенсионного возраста. Вас это его заявление обрадовало? Ну, я очень спокойно отношусь к любым заявлениям, поскольку между там заявлением и практическими шагами часто бывает очень много проходит времени, и соответствие между ними, ну, такая корреляция, да, она, в общем, не буквальная. Поэтому, значит, давайте посмотрим все-таки, что в реальности произойдет. Ну, вот смотрите, ситуация на самом деле очень странная, да. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорит, мы этого делать не будем, даже несмотря на то, что сэкономит бюджет в довольно приличные средства, несмотря на то, что продолжительность жизни в России существенно увеличилась. Раз, сказал Дмитрий Анатольевич. Два. Я вот что-то не заметила, что народ особо роптал, когда заговорили о повышении пенсионного возраста, но, по крайней мере, судя по нашим спикерам и звонкам наших слушателей, когда мы обсуждаем эту тему, люди как-то готовы. Они уже как-то готовы, что работать будут дольше, а некоторым даже нравится, что работать будет дольше, да. Эксперты почти все говорят о неизбежности, необходимости таких мер. Прям вот в один голос практически трубят на всех уровнях, да, от нашего региона заканчивая самыми высокими шапками о том, что нужно, нужно везде, везде, везде. И тут Дмитрий Анатольевич делает такое заявление. Вот это с чем связано? Вот сложно сказать, то есть вот действительно здесь больше всего напрягает, это непоследовательность, да, то есть вот лучше всего бы уже выбрали какую-то модель, да, значит, какие-то действия, и дальше, да, если бы, пусть они будут долгими по времени, но ведь у нас вот в стране, на что бизнес чаще всего жалуется, на полную непоследовательность, да, то есть только скажут, мы не будем этого делать, и тут же вот буквально там на следующий день или в этот же день к вечеру они именно это делают, что кровно обещали не делать, да, вот это больше всего, то есть вы определитесь уже... Да, мужик сказал, мужик сделал, то есть скажи, так ты сделай, да? Да, совершенно верно. Не нужно никак. Потому что вот в той же пенсионной, значит, вот реформе, да, мы понимаем, насколько это все болезненно, насколько там много людей зависит от этих решений, но вот есть же вот вещи, с которыми уже практически все согласились. Из таких вещей, ну вот, давно обсуждается, там, повышение пенсионного возраста чиновников. Общество к этому очень положительно отнесется. И чиновники. Чиновники, ну, в общем, ну, как бы... Как можно дольше, навсегда. Да, то есть они, мне кажется, и не возражают, они будут с удовольствием, то есть вот давайте с этого начнем. Вот скажем, что там, да, значит, чиновники работают там до 63-65 лет. Повысить возраст пенсионный и срезать льготы. Да, первое. Второе, значит, тоже вот шаг, который обсуждается. Давайте дадим людям право. Вот наступает 60 лет. Пусть у человека будет право, он для себя решает. Я вышел на пенсию, я получаю пенсию. Я остаюсь на работе, я не получаю пенсию, но у меня там увеличенный коэффициент к пенсии. Я отработал год, два, три, я не получаю пенсии, но я знаю, что тогда я буду получать пенсию в повышенном размере. Ну, тоже, как бы, шаг понятный, правильный. Тогда пенсионный возраст нужно продлить лет до 90. Ну, если человек пришел работать, если он востребован, ну, вот, да, у меня там, например, отец сработал до 78 лет и, в общем, приносил там пользу. Пусть люди, у них есть опыт, да, там, знания, квалификация. Если, значит, они работают и у них есть, значит, рабочее место, они востребованы, ну, пусть они этим занимаются. И тогда мы, да, в это время экономим пенсионные выплаты и мы, как бы, ну, мягко решаем эту проблему, да. То есть, когда, как бы, человек сам для себя принимает решение, он уже, ну, не будет говорить, вот, там, государство. Так вот, все-таки, Лев Довитович, все смирились, и вы сейчас подтверждаете. И не только смирились, а еще и поддерживали. Зачем Дмитрий Анатольевич Медведев делает такие заявления? Ну, может быть, он готовится к выборам в 16-м году. То есть, мы же понимаем, что... Странный тогда какой-то выбор. Политиков же очень часто на то, что они говорят... Будет сориентировали, наверное, там, советники. Нет, может быть, может быть. Ну, или же есть там спичеры, которые подготовили ему выступление, да, вот он... Ну, вот, все-таки хочется тогда поговорить об этих деньгах, как их изыскивают для того, чтобы заткнуть дыры нашего бюджета нынешнего и те ужасы, которые нам прогнозируют в ближайшем будущем. Алексей Кудрин, экс-глава Минфина, вот, он заявил в столице Перу, он там на мероприятии ежегодном встречается с управляющим Всемирного банка МВФ. Он говорит, что повышение налоговой нагрузки в России неизбежно в течение следующих 50 дней. Это уже такой переход, пенсионную реформу оставили, да, но налоговая нагрузка должна возрасти. Ну, вообще-то все в одну копилку, правда же? Ведомости пишут. И прогнозирует он, Алексей Кудрин, возвращение к прогрессивному налогу. Что это значит для населения? Причем он так уже достаточно твердо говорит, что этот вопрос однозначно будет поднят. Что это значит для населения, для работодателей, согласны ли вы с этим прогнозом? Ну, для работодателей это ничего не значит, то есть это нагрузка, которая полностью будет перекладываться на плечи работников. И как она это так как-то будет выглядеть? Ну, вот мы же с вами помним, да, значит, когда у нас размер налога, вот то, что назывался подоходный налог, или сейчас называется налог на доходы физических лиц НДПЛ, он зависел от вашей зарплаты. Сейчас у нас, вот это называется плоская шкала, когда независимо от того, сколько денег вы зарабатываете, вы платите 13%. То есть у вас 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы, 10 миллионов, вы платите 13%. Прогрессивная шкала означает, что, например, до 100 тысяч платите 13%, в случае 100 тысяч там 15, ну и так далее, до какого-то размера. То есть, по сути, прогрессивная шкала может обозначать следующее, чем вы больше зарабатываете, тем вы больше платите налогов. Совершенно верно. Как это в Европе, например, существует. А у нас может случиться наоборот. Нет? Нет, я думаю, что вряд ли, конечно, у нас случится наоборот. Кто будет сопротивляться введению прогрессивного налога? Вот скажите, пожалуйста, для большинства граждан Российской Федерации прогрессивный налог благо или это... Они не заметят. Потому что у нас, особенно в Кировской области, людей, которые, понимаете, официально зарабатывают. То есть, мы же все прекрасно понимаем, что есть то, что мы официально зарабатываем, есть то, что по факту. Да, вот, к сожалению, у нас две большие разницы в стране, наверное. И вот это, как бы, разрыв не уменьшается. То есть, там все последние усилия были направлены на легализацию зарплат. Поэтому, значит, вот, поскольку там официально у нас все зарабатывают 20-30, там, ну, максимум 50 тысяч рублей, то для них ничего не изменится. А людей, которые официально зарабатывают, там, в Кировской области, больше 100 тысяч, ну, вот их сколько? Вот для них изменится. То есть, конечно, здесь, чтобы корректно обсуждать, надо бы взять статистику хотя бы по Кировской области и сказать, что вот у нас в процентном соотношении, вот градация такая, тогда мы видим, что там 2%, да, там 10% работников, которые зарабатывают от 100 тысяч официально, скольки, вот для них изменятся. Ну, и, понимаете, тогда давайте мы, ну, посчитаем, там, на уровне региона или страны, сколько мы дополнительно денег получим за счет этого. То есть, ведь, что значит поменять налоговое законодательство? Это масса работы, да? Это, там, Госдума, это разработка, это потом все налоговые формы, бухгалтерии и так далее, и так далее, и так далее. Это так-то затраты. Ну, Вы считаете, что не пойдут на это разве ни правительство, ни Госдума? Ну, вот, хорошо бы соотнести затраты, связанные с этим, с потенциальным доходом. Если они там где-то сопоставимы, тогда, может быть, этот шаг и не делать. А так делают когда-нибудь? Ну, к сожалению, нет. Но вообще было бы правильно, наверное, именно вот таким путем пойти. То есть, даже когда вот эта новость публикуется, вот она публикуется, ну, как бы, в отрыве от статистики, да? То есть, если вот эту новость, там, да, там, министерство и кто-то распространяет, но Вы глядите статистику, сколько у нас, Вы же это знаете, и тогда можно обсуждать. А так мы обсуждаем, ну, какой-то, значит, миф, да, вот, а что будет? Ну, то есть, вот, без привязки к конкретной экономической ситуации, это очень такие абстрактные разговоры. Ну, как Вы думаете, вернуться все-таки к обсуждению прогрессивного налога или это вообще не суть важен? Ну, вообще, вот, Владимир Владимирович Путин, да, он несколько раз говорил, что возврата не будет. А, ну, судя по тому, что Вы говорили о заявлениях Дмитрия Анатольевича Медведева и иных, ну, можете передумать. Ну, пока вот он на эту тему очень определенно высказывался, да, и действительно, ну, вот, плюсов, вы понимаете, должно быть хоть что-то постоянное в нашей стране. Но Вы за него или нет, за прогрессивный налог? За то, что богатые платили больше, а бедные меньше? Я за постоянство. Ну, по факту же они больше заплатят. Ведь с 10 тысяч мы заплатим 1300, да, а со 100 тысяч... То есть, мертвому припарку? То есть, мы, ну, по факту, богатые все равно платят больше, вот. Поэтому, ну, я не думаю, что это так экономически выгодно. То есть, прогрессивный налог, с Вашей точки зрения, не спасет экономику? Ну, вообще, наверное, это было бы более правильно в другой ситуации. Просто вот сейчас, ну, мы больше всего в нашей стране устали от полной неопределенности и непоследовательности. Так привыкать уже надо. Пусть хотя бы вот это будет. Леонид Иванович, привыкнете уже, привыкнете как давности, Леонид Иванович, наоборот, привыкать и не ходить к последовательности. Хорошо. Это особое мнение директора Института бизнеса Льва Шварцблата. Вы слушаете, мы продолжаем. И мне вот что-то захотелось поговорить с Вами про несчастных и бедных российских туристов, турагентов, туроператоров в связи с ситуацией с Библиоглобусом и Трансайром. Вот, ну, правда, туристы сидят на порховой бочке из-за ситуации с Трансайром. То заявляется, что всех перевезут, кто купил путевки, там, до какого-то, то ноября, то декабря. То заявляется, что нет, там, кого-то порежут, разрывают. То компенсирует Аэрофлот, то не компенсирует. Ну, суть-то в том, что правительство практически объявляет компанию банкротом. И ситуация меняется каждый день, но уже понятно, что в итоге пострадало огромное количество людей. Да? Ну, уже пострадало или все-таки таких случаев пока нет, что кого-то не перевезли? Пострадало, вот даже если перевезли, то как перевезли? То как перевезли, да. Потому что есть сообщение, что люди стояли в самолетах просто, лишь бы улететь из чужой страны, которая не так далеко, кстати, от горячих точек находится. Ну, что угодно. А могут и пострадать, потому что, правда, ситуация меняется каждый день. В любом случае потеряют деньги, время и нервы. В количестве, в каком это вопрос. Ну, вот, народ в очередной раз у нас вопиет, да. Боже мой, государство, что у нас за государство? Где это кидает народ? И все это ради чего? Тут же всплывает версия, что ради того, чтобы аэрофлот стал монополистом просто. РЖД в небе такой. Да? Ну, да, совершенно верно. Вот смотрите, опять же, эта ситуация с трансаэро, она ведь возникла не вчера. Именно. Она давным-давно. Куча кредиторов, крупнейшие банки, выдают кредиты, а эти банкиры пишут письма на имя премьер-министра и, по-моему, самого президента о том, что что вы делаете, рушите конкуренцию. И потом вот, значит, собираются в конце сентября. И вот обогачательное решение будет принято завтра на правительственной комиссии. Ну, почему оно принимается в сентябре? Эта ситуация там год или два уже, да. То есть давным-давно можно было принять там план на год, на два, на три и все последовательно действуют, да. Там и самолеты есть, там пилоты есть, и все это можно было в плановом порядке как бы спланировать и сделать. Нет, нужно дотянуть до последней минуты и потом, значит, в пожарном порядке, значит, бегать каждый день, то ли до 25 октября, 8, то ли до 20. Это вот, опять же, но, к сожалению, непосредовательность принятия решений. Почему так происходит? Решили обанкротить трансэйл. Делаете это быстрее? Да, и там, и как можно безболезненнее для клиентов. Трудно. А как это можно сделать, извините, когда речь идет о таких деньгах? Да. Ну, вот, да, значит, вот эти все интересы вмешиваются в процесс принятия решений. Кстати, оно затягивается, его никак не могут принять, потому что принимают такое решение, там, значит, видимо, эти интересы пострадали. Поменяют решение, там, значит, еще нашелся человек. Вы, Лена Давидович, борясь за конкуренцию. Вот представьте, с рынка уходит крупнейший игрок. По сути, единственный конкурент аэрофлоту, трансэйл. Довольно успешно. А кто еще? Ну, ЮТЕЙР, ССЕВА. Вы хотите сравнить масштабы ЮТЕЙРа и трансэйра? Ну, мы можем, конечно, с вами тут поднять статистику, по сравнению. Чего уж тут говорить? Правда же? По международным перевозкам в особенности. В чью пользу все это делается? Ну, однозначно, в выигрыше останется аэрофлот. Как крупнейший авиаперевозчик, его доля на рынке еще увеличится. И, конечно, это с точки зрения, там, развития конкуренции, ну, не есть хорошо. Не есть хорошо. Вот. А в проигрыше? А в проигрыше останемся все мы, потому что, значит, мы же понимаем, что чем ниже конкуренция, тем выше цены. При прочих равных условиях. Вот. Единственное, конечно, по... Ну, опять, смотрите, по международным направлениям, в любом случае, аэрофлот будет конкурировать с международными компаниями. То есть здесь, если мы хотим улететь за границу, всегда есть другие авиакомпании. Я вас умаю. Что мешает ограничить присутствие международных авиакомпаний на нашем рынке? Нет, это невозможно, потому что все на приоритетных началах. Как только мы ограничим, они ограничат аэрофлот, поэтому на это никто точно не поймёт. Они-то не пострадают, между прочим. А мы тут много чего ограничиваем сейчас. Вот. То, что касается внутрироссийских... Как ведем сейчас санкции на авиаперевозке. Давайте мы так все-таки не будем, такими страшилками заниматься. То, что касается... То есть, мне кажется, все-таки нас больше волнует внутрироссийский период. Это кого это нас? Страны летают больше, чем за границу. Кто это летает внутри страны больше, чем за границу? Граждане из страны. Вы серьёзно так считаете? Нет, но если взять статистику, сколько у нас перелётов внутри страны и за границу, то соотношение... Слушайте, граждане Российской Федерации, дай бог, вылетают раз в год, и именно стремительно за рубеж хотели вылетать. А вы, граждане Российской Федерации, которые в командировке мотаетесь, конечно, по стране. Да, не только мы. Так у вас таких ограниченное количество. Посмотрите, в Москве сколько рейсов внутри страны и сколько за границу. То есть, это соотношение, но не один к одному. То есть, всё-таки у нас количество авиарейсов внутри страны намного больше, чем за рубежом. А, так это всё было сделано ради развития внутреннего туризма в 2004 году. Ну, это как раз не для развития внутреннего туризма. Я хочу сказать о том, что как раз внутренний туризм и пострадает. То есть, международные перевозки от того, что ушёл Трансайро, не пострадают. Там есть конкуренция с международными авиакомпаниями. Но международные авиакомпании не летают внутри России. И мы знаете, мы можем... Вы знаете, что они, между прочим, за рубеж тоже за другие деньги возят наши граждане, международные компании? Мы к модели приходим, которая, значит, вот я тоже уже рассказывал о том, что мы очень многое, что делаем, это, ну, значит, мы используем опыт Канады. Потому что очень похожая на нас страна по размерам. Да, да, я знаю Вашу любовь. И, значит, когда мы в 96-м году там очень много летали, то все канадцы жаловались, что у них перелёт внутри Канады гораздо дороже, то есть, внутри Канады перелёт гораздо дороже, чем в Европу. Потому что там летает международная авиакомпания, внутри летала одна канадская авиакомпания. И мы можем прийти к этому же. Это очень плохо. Если у нас останется внутри страны один Аверфлот, это будет проблемой. А если у нас останется и внутри страны один Аверфлот, и за её пределами практически. Если это будет Советский Союз, это бы про другое говорить. Сколько берёт с нас, там, неважно, какие авиалинии, тайские, я не знаю, да, французские, любые другие, это другая совершенно цена билета. Трансайра летала по приемлемой цене. Правильно? Перевозила. Ну, да. Мы сейчас продолжим обсуждение, потому что ещё сегодня новость была, победа же, дочка Аэрофлота получила рецензию на международные перевозки, между прочим. Потому что всё хорошо Аэрофлота. Через две минуты вернёмся. Это особое мнение Льва Шварцблата. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и своё особое мнение сегодня высказывает директор Института бизнеса Лев Шварцблата. Тут мы, конечно, поспорили. Лев Давидович не сравнивал цены, оказывается, на Аэрофлоту и на Трансайра. А я-то вот сравнивала и говорю, что в два раза иной раз различаются цены в Аэрофлоте и в Трансайра. Что касается международных перевозок. Тут, конечно, разные. Давайте вывод. Разные могут быть аргументы, в том числе, понимаете, если мы, понимая, что сейчас в силу экономических причин вообще рынок или количество денег на рынке авиаперевозчиков уменьшается, то стоит в том, чтобы у нас хотя бы одна авиакомпания выжила. Поэтому, может быть, такие аргументы. Мы могли остаться, то есть, что лучше, остаться с одной или вообще без авиакомпании? Слушайте, ну вы тут прям... Поэтому тут, в общем, разные точки зрения могут быть. Ну, все-таки вывод какой у нас. Остается Аэрофлот. Остается Аэрофлот. Аэрофлот в силу того, что он монополист, действует по схеме РЖД. Очень медленно развивается. Очень медленно улучшает качество. Нет, я думаю, все-таки тут с РЖД нельзя сравнивать. Они развиваются лучше. Да? РЖД. А что их будет стимулировать в тот момент, когда они останутся монополистами? Ну, пока не остались. Будем надеяться, что не останутся монополистами. Если останутся монополистами, тогда, конечно, у них никаких стимулов не будет. К другой теме сейчас перейдем и поговорим про платные парковки. Как ни странно. Меня заинтересовала новость, которая вчера была опубликована, тоже в Домостях. Платная парковка в Москве с субботы, вот с минувшей, насколько я поняла, вводится еще на 95 улицах. Следующее расширение зоны платной парковки может произойти уже в декабре. Мы знаем, что в Москве активно строятся платные парковки. Власти Москвы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Будем ли мы с вами, Лев Давидович, только наблюдателями за подобными экспериментами в столице, потому что все время называют эксперимент в Москве, эксперимент в Москве, или в ближайшее время это ждет и нас, в городе Кирове? Как считаете? Ну, вот, опять же, моя точка зрения, я за платные парковки, потому что это, конечно, цивилизованный путь решения проблемы. Ну, то есть, у нас какие варианты? Или мы ограничим количество автомобилей, что неправильно, да, либо мы создадим условия, что мы вообще, в принципе, можем на них ездить и можем припарковать. А вот эта необходимость сейчас, она к крайней степени необходимости, или есть возможность еще что-то там ждать? Потянуть? Нет, всегда можно тянуть, да, то есть, такой вариант всегда существует. Но лучше, с нашей точки зрения. Да, но мы можем там дождаться состояния Москвы, когда там люди часами ездили и искали, значит, куда бы прикнуться или нарушали правила. Мы, конечно, еще к такому не пришли, но в каких-то улицах уже близко к этому находимся, и часто наблюдаешь ситуацию, когда люди ездят, ездят, и как только освободилось место, они его занимают. То есть, мне кажется, что лучше уже пойти методом, ну, предвозвращения такого, вести платную парковку, там, обсудить, какая все-таки должна быть стоимость, чтобы она была такая, значит, нормальная, да, там, посильная для города Кирова. Сколько вы готовы платить за платную парковку? Ну, я думаю, что там 30-50 рублей за час, нормальная такая цена. 30-50 рублей в час. Каждый день у вашего офиса вы готовы оставить свою машину? Я пешком буду ходить. Ага, хорошо, 30-50 рублей в час. Тогда какие зоны в Кирове, вы считаете, необходимы сейчас уже сделать платными? Ну, наверное, это вот центр города. А центр города в вашем представлении? Это, ну, улица Ленина, Воровского, Октябрьский проспект и профсоюзный. То есть, крупные именно улицы, а мелкие, которые между ними, второй и второй линии? Ну, наверное, ну, надо, в общем, с чего-то начинать, да, надо вот просто решиться на эксперимент. И дальше посмотреть, как он будет, как пошли в Москве, да, ведь они вот вели, посмотрели, да, значит, если бы была, ну, какая-то абсолютно негативная реакция, наверное, бы они на этом остановились. То есть, они посмотрели, да, тут стало порядка, да, там, рано или поздно люди приучились платить так. Попробуем шаг сделать, сделали шаг. Лучшая ситуация, лучше платят, платят. И так вот все действуют. То тогда, как, как должно действовать правительство города Кирова, чтобы, администрация, чтобы не вызвать волну там возмущения со стороны водителей, с одной стороны, и возмущения со стороны жителей, близлежащих к тому, и с другой стороны. Потому что, если я не хочу парковаться на платной парковке, то я, скорее всего, поеду во двор и там где-нибудь приткну свою машину. Ну, у нас сейчас уже во многие дворы не заедешь, потому что там шлагбаумы стоят. То есть, вот ограждение внутренней территории шлагбаумы, это как раз путь того, чтобы вот такой возможности не было. А так, да, значит, в каком-то месте ввести, да, там, значит, обсудить плату, установить эту плату, да, и начать там эксперимент. А потом постепенно, значит, если он... Посмотреть, как это скажется на жителей близлежащих дворов. Да, что будут автомобили, автолюбители делать, будут ли они платить, как это будет развиваться. Если это будет вызывать положительную реакцию, то постепенно... Ну, это же никогда сразу не будет вызывать положительную реакцию. Это же можно, вы же за прогнозы. Да, надо браться терпением. Я считаю, что все города во всем мире рано или поздно придут к тому, что у них будут платные... Потому что другого варианта я не имею. Но вы считаете лучше раньше? Лучше раньше. Прямо завтра? Причем, ну, вот, например, можно было начать уже там на ЖД вокзале. То есть не путрить мозги людям и не говорить, что сначала бесплатная платная. Прямо сразу сказать платная, друзья. Да. Я вот давно, там, значит, вот, мне очень не нравится, что в аэропорту нет платной парковки. Потому что, конечно, туда, значит, ну, не очень удобно. На такси или кого-то просить. Нет, там есть бесплатная парковка. Забудьте пока. И нет гарантии, что там ничего не случится. Это правда. Вот пусть будет платная, значит, вот поставил, спокойно улетел, прилетел, сел на машину, уехал. Вот я за то, чтобы, например, в аэропорту точно было как можно быстрее. Вообще, наверное, все перевалочные пункты, да, у вокзала, у аэропорта. Причем, ну, вот, тот же аэропорт у нас все время просит денег из бюджета. Ну, почему он платную парковку? Деньги под ногами лежат. Ну, почему вы не заработаете? Нет? Так. Ау, наш аэропорт, пожалуйста, откликнитесь. А как думаете, нынешний глава администрации города Кирова, господин Перескоков, об этом задумывается? О ведении платных парковок? Ну, честно сказать, не знаю, никогда с ним такую ситуацию не обсуждал, но вообще считаю, что уже время, ну, пришло к этому, да. Время настало. А вот у нас времени остается очень мало, буквально 5 минут, а я очень хочу поговорить с вами о Всемирной неделе предпринимательства. Это новый формат, который вы хотите использовать в вашей работе. Насколько я понимаю, это инициатива все-таки Института бизнеса, который вы возглавляете. Вы знаете, мы часто с вами в эфире встречаемся по дням предпринимательства и так далее. Сейчас неделя предпринимательства и некий международный уровень, потому что она всемирная. Да? И тут вы мне сказали, Света, давай закончим тем, что вот обсудим по неделю предпринимательства всемирную, потому что, я практически цитирую вас, уже пора переходить к международным проектам. Я тут... Какое-то время странное вы для международных проектов выбрали, честно вам скажу, Леонид Павлович? Ну... Не подходящее какое-то время? Не знаю, нет. Мне кажется, что наоборот, ну, мы же понимаем, что планета у нас одна, никакой другой планеты нет. И вот у нас есть соседи, другие страны, и рано или поздно отношения нормализуются, ну, потому что нет у нас другого варианта. Не хотим мы жить в изоляции, там, в отрыве. Это все приходящее, а планета, она одна, и надо очень на нее смотреть, как на большой мир, в котором мы все живем. Позже не есть. Вот. И мы же прекрасно понимаем, что предпринимательство, это, ну, не российское какое-то уникальное такое явление, что вот предприниматели, там, в России или, там, в городе Кирове, да, они, в общем, во всем мире, проблематика у них более-менее одинаковая. Уверяю вас, там, все, о чем мы говорим тут в России, в той или иной степени над этим, с этим борются, об этом вздумываются предприниматели во всем мире. И многие из них находят какие-то там способы, методы, шаги, и бывает очень полезно узнать их опыт и в той или иной степени применить ее и у нас тоже. Кто к нам приедет? Нет, там никто не приедет. Никто не приедет. Точка. К нам никто не приедет. Мы просто что хотим. Значит, вот, у нас, конечно, так исторически сложилось, что вот вели день предпринимателя в мае, и мы там, значит, несколько лет проводим уже форум, приуроченный, вот, гнюдь предпринимателей. Да, да, мы об этом рассказываем. При этом, значит, ну вот, не очень понятный формат, то есть меняли формат вот этого форума, чтобы найти наиболее эффективный, но вот само время в мае, ну, это какое-то не очень удобное, потому что вроде итоги подводить рано, планы строить поздно, да. В этом смысле конец ноября, когда проходит всемирная неделя, понимаете, это гораздо удачнее. Ну, то есть, во-первых, можно уже итоги подвести, во-вторых, самое время задуматься о планах на следующий год. Во-вторых, вот, значит, этот проект, он подчеркивает, что там, вот эта неделя проходит в 160 странах мира, в том числе уже 10 лет в России. По странным сечениям обстоятельств никогда не проводилось в Кирове, и мы сейчас хотим это исправить, провести, значит, подчеркнуть, что это всемирный проект. Есть предприниматели во всем мире, и предприниматели извлекают выгоду, когда они торгуют, сотрудничают, продают, экспортируют или импортируют из других стран. То есть, без всех ограничений, значит, у нас существует центр поддержки экспорта. То есть, давайте, ребята, как можно больше продавайте на экспорт. В Кировской области? Да, в Кировской области. А где он существует такой центр? Это совместный проект министерства и торгово-промышленной палате. То есть, любое предприятие, которое задумывается об экспорте, им готовы помочь совершенно бесплатно. То есть, у нас стимулируют, чтобы был экспорт. Но экспорт – это же другие страны. Поэтому, и для того, что вот сейчас какое-то не то время, то... Но вы знаете странную вещь, мы все-таки сказали. Во-первых, когда эта неделя предпринимательства? 16 по 22 ноября. 16 по 22 ноября. И вы заявляете, что мы никого не ждем. Какая же она международная, если мы тут сами в своем... Она, нет, она всемирная, ну, потому что есть как бы единый сайт, и там все мероприятия со всего мира, в том числе мы можем увидеть наше, или увидеть то, что происходит в любой стране. То есть, мы там можем тоже свои какие-то разместить? Нет, мы и разместим, мы и разместим. И, значит, в России отвечает Центр предпринимательства за этот проект. Мы постараемся их представителя пригласить. А это какая-то весомая структура? Да, это весомая структура, которая все международные проекты проводит в России. В том числе мы хотим проанонсировать, например, конкурс «Предприниматель года». Не тот региональный, который мы 10 лет проводили, да, и мотивация, к учащению в которой, может быть, не очень там активная. А всемирный конкурс «Предприниматель года», его поддерживает Эрнсен Хьянг, компания. Там победители едят в Ниццу, и там очень достойные предприниматели побеждали и участвовали. Мы хотим, чтобы наш конкурс стал региональным этапом для Всемирного конкурса. А скажите, пожалуйста, у нас просто время уже закончилось абсолютно. А профильное министерство, я так понимаю, возглавляемое Алексеем Александровичем Вершинин, да, это? Да, да. Вас поддерживают? Ну, мы еще не встречались, но они получили письмо из Миноконова развития о том, что надо бы поддержать. Так что я надеюсь, что поддержат. Ну, это вопрос к Алексею Александровичу. Мы посмотрим, поддержат или нет, но, в принципе, вам поддержка нужна правительственная или вы без них справитесь? Ну, мы справимся, конечно, и без них, но я знаю, что и у них есть интерес, потому что мы хотим, например, по внутреннему туризму провести мероприятие, как раз к неделе приурочить, а это для них сейчас такая актуальная очень тема. Вот, мы ничего не рассказали про неделю предпринимательства, кроме того, что она есть. Давайте тогда встретимся на отдельной площадке, наверное, уже в рамках дневного разворота, ближе к теме и поговорим, потому что, вероятно, это не для узкого круга. Хорошо, да. Спасибо большое. Это было особое мнение директора Института бизнеса, Льва Шварцблата. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. Спасибо.